Обещал в ближайшее время не показываться, но снова здравствуйте. Потому что у меня три бритвы на сайте размещены. Обзоры на эти бритвы там уже также размещены, но они были подготовлены к заточке, но не заточены. И поэтому у меня уже человек 7-8 ориентировочно хотели бы их забрать. И цена там такая прям доступная, и все хорошо. Но не заточены никто не хочет забирать, потому что, ну, сами понимаете, хлопот полный рот, так сказать. И поэтому было решено сегодня бросить все дела и заняться заточкой данных бритв. И готово. А это бритвка вот с таким номером. какой-то, ну-ка, 411-й, 0,05-й и 297. Все с оправами из G10 тонкого, с тонким обушком. Так, сейчас я покажу вам. И вот с таким вот хэллоу выборкой. Тонюсенькие, звенючие, прям вообще. Но у них есть своя одна особенность. Это такая особенность, которая, я бы сказал, чересчур маленький угол заточки. Чересчур. То есть за счет этого и ширина, конечно, кромки добавляется. Ну, не так, что прям критично, а просто добавляется. Но угол заточки меньше, чем у какой-либо вообще бритвы. В чем плюс такой заточки? В том, что она всегда острая. Даже если она уже не острая, она все равно острая, так сказать. Она все равно будет брить, брить и брить. Единственный минус, что при заточке это происходит все очень долго. Без нажима и так далее, и так далее. Хлопотно, в общем, занятие. Не правка по ремню, а заточка именно. Также вот тоненький обушок. Так, не надо их путать. Они все пронумерованы. Люблю точность. Также. С тонким обушком. Давайте сразу покажу выборку. Вот так вот, к примеру, если это должно выглядеть, как цапнуло меня сейчас. Ну, тут такие мозоли, что не пробить. Вот. Да, широкая вроде как бы кромка, но не настолько, что прям ужас какой-то. Она реально имеет очень-очень малый угол заточки. И сейчас я вам это продемонстрирую. Так, бритва 411. Волос распустился. Вдоль, если видите, конечно, здесь. Вот, распускает и отрубает. Вот. Стружка раз. Стружка два. Так, показываю, че надеюсь. Стружка три. Весь уже, весь в стружке волос готовый. Ну, интересная заточка. Нет, откусила все-таки. Не сразу обрубает волос, а его сначала да, блин, почему какой-то гнутый волос-то. Сначала его распускает. Вот так вот, мягонько-мягонько. Давайте еще попробуем этот остаток. Ну, отрубил. В общем, это 411. Так, взял бритву 005. Хоп. Это откусывать любит бритвка. На распускании что-то она один раз вот только распустила чуть-чуть. Да, она просто откусывает и все. Ну-ка. Вот. Нет. Ну, в общем, откусывает она. Так. Взял бритву 297. Начала распускать. Отрубила. Отрубила. За звоном еще. Как-то звенько, тихонько так и отрубает. То есть, бритва будет очень такая звенячая, когда будете бриться. О, откусила незаметно. Вот. Думаю, тут было все видно. Итак, что сказать в заключении. Бритвы заточены. Теперь цена немного подросла. Цена за заточку. Но все равно осталась минимальной. Эти цены еще до... То есть, бритвы сделаны до повышения цен. и поэтому никакого повышения на них нет. Подаю по старой цене. Это, конечно, неправильно на будущее. Ну, в общем, и все. Встречайте на сайте те же самые бритвы, но уже заточенные. И увидимся как-нибудь. Надеюсь, еще поработать с бритвами, когда пока сказать не возьмусь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok